Ребята, всем привет! Вас очень много, это очень круто. Друзья, я сам владелец рекламного агентства New Age. И сегодня я вам расскажу о взаимоотношениях клиента, агентства. Единственное, я буду сегодня рассказывать о медийных агентствах и почему сегодня клиент может обойтись без агентства. На самом деле, я являюсь владельцем и свой бизнес продавать я не планирую. Как вы понимаете со слайда, в конце презентации должен подойти к тому, что агентства все-таки нужны. Это будет, конечно, не прям так очевидно, но мы с вами обсудим, что не хватает в агентствах, почему клиенты сейчас задумываются и строят инхаус-команды. Мне очень хотелось бы понять, кто сегодня присутствует в зале, кто пришел послушать. Присутствуют тут клиенты? Поднимите, пожалуйста, руки. Здорово. Ого, как вас много. Команда агентств. Я уверен, что это интересно. Здорово. Соизмеримое количество. Другие игроки рынка, площадки, селс-хаусы есть существенно меньше. Здорово. Это очень, соответственно, актуально для клиентов и агентств. При этом, я думаю, большинство, как и я, не сильно любит поднимать руки на подобных конференциях. Я тоже лентяй. Давайте с вами обсудим, что же поменялось. На самом деле, поменялось многое. И раньше закупка, основная часть формирования плана была закупка. Мы выбирали, где мы больше получаем скидку, где меньше цена. Я думаю, вы все прекрасно помните торги за корреспондент. Скидка 65%. Это здорово. А крутые агентства еще обещали, точнее, обещали, выполняли большие объемы и получали огромную возвратную комиссию агентскую. Сейчас же это уже меньше работает. При этом, если мы говорим о размещении, то что мы могли таргетировать? Мы могли выбрать какой-то из разделов на IUA. Я не знаю, спорт, новости, приколы или еще что-то. Из аналитики мы смотрели, какое количество людей кликнуло, какой охват мы получили, как мы попали в целевую аудиторию. Сейчас же ситуация поменялась кардинально. И на самом деле, закупка у нас занимает минимальное количество ресурсов. Причина достаточно простая. Мы работаем с открытыми аукционами, мы работаем с открытыми кабинетами. Если говорить о стратегии размещения аналитики, она существенно выросла. Давайте рассмотрим, почему. Что касается возможностей в размещении. Сейчас количество таргетингов, их очень много. Давайте я просто, ну, вот большое число представьте, их еще больше. Есть таргетинги по ключевым словам, есть таргетинги по сегментации, есть геолокационные таргетинги. Если взять пример нашего клиента Алло, то больше 70-80 сегментов мы используем в каждой из компаний. На сегодняшний день мы можем строить сценарий показа. Мы можем показать видео, потом показать бампер, после показать один креатив. Если креатив не сработал, мы можем тем, кто не кликнул, показать другой креатив и так далее. На самом деле подробнее сегодня расскажет буквально через часа полтора Юля с Фейсбука, она расскажет предметней о возможности Фейсбука. При этом, наверное, самое глобальное и важное, мы сейчас можем обойтись одним Google Ads для того, чтобы провести глобальную большую рекламную кампанию. 60-70% охвата можно сделать только на Google Ads. Это, если что, не реклама, просто сильный инструмент. И я думаю, вы много видели рекламу Алло, да? Поднимите, кто видел рекламу Алло. Очень много. Вот 90% бюджета идет в Google Ads. Соответственно, поверьте мне, весомую кампанию можно сделать только в Google Ads. Если говорить о аналитике, на самом деле New Age в большей степени является аналитическим агентством. Я сегодня не смогу много вам рассказать, но с удовольствием можете прийти на наш лейдшер. Мы всегда делимся возможностями аналитики. Основное, что я хотел бы сказать. Давайте на примере Цитруса, к примеру. Цепочка конверсий. Мы сейчас можем строить кастюмер джорной от показа. Мы можем понять, как человек, который увидел наш ролик на YouTube, потом сделал конверсию. Основная часть данных – это данные PostView. И на примере Цитруса это больше 80-90% данных, как раз те люди, которые не кликают по креативу. Кросс-девайсы. Мы сейчас можем анализировать, как люди, которые видели рекламу на своем мобильном телефоне, после на своем ноутбуке сделали конверсию. На самом деле, на сегодняшний день в аналитике все ходы записаны. Лагируется все. Единственное, конечно, у нас есть регламенты серии GDPR, которые ограничивают нас в анализе персональных данных. При этом возможности аналитики глобальные. Мы можем проследить весь путь. Также, если говорить о моделях атрибуции, я думаю, вы все знакомы с классической моделью атрибуции, такая как последний контакт. По клику или по показу не суть важно. Поверьте, мне в десятке. Там есть разные модели и используйте их. И, наверное, самое важное, что есть на сегодняшний день в аналитике, это эти данные ты можешь автоматически загрузить в этот сервер и уже, не дожидаясь конца рекламной кампании и анализа, уже использовать. Соответственно, то, что мы с вами относительно коротко обсудили по аналитике, по размещениям, влияет на стратегию. В первую очередь, как на тактическую, в целом, в общую стратегию. Я думаю, вы предлагаете, насколько возможности стратегии увеличились. Снова же вопрос. Может ли это сделать сам клиент сейчас? Конечно, может. Экспертиза на уровне клиента сейчас увеличилась. Он может сам разместить, он может сам проанализировать. На этом слайде я осознанно вывел цифры. Это данные NewAger. Мы эстимируем, сколько ресурсов мы тратим на какие этапы. На закупку 5, даже много, я думаю, процента 2. На стратегию 25, на размещение 20. Понятное дело, мы аналитики, у нас перекос в аналитику. Что на этом слайде я хотел показать? Меряйте, измеряйте, сколько ваша команда, внутренняя или внешняя, тратит ресурсов. На какой элемент. Это нужно для того, чтобы понимать, в чем сильная команда агентства, или для того, чтобы оптимизировать свои ресурсы. Самый любимый мой слайд, белый фон. Друзья, давайте все-таки задумаемся, нужно ли клиенту агентство. В каком случае, какие есть сценарии. Первый сценарий, когда мы говорим о том, что у клиента есть огромное желание размещаться, рекламироваться, но совсем нет экспертизы. Он не понимает ни в маркетинге, он не понимает ни в интернет-рекламе, но очень хочет. Какое по агентству не выбрал, самое дорогое, самое успешное, с самыми лучшими кейсами. Я вас уверяю, успеха не будет. Второй сценарий, когда у клиента в целом заложено то, что структурно, что есть сильный маркетинг, есть сильные диджитал-специалисты, и при этом на рекламные кампании должны подключаться агентства, сорс-команда. В таком случае базового знания, экспертизы на уровне клиента уже не хватает. Клиент обязан быть и знать очень много. Он должен понимать, какие есть системы, какие есть модели закупки, какие есть таргетинги, для того, чтобы корректно и правильно поставить задачу для агентства. И непосредственно мой опыт работы с инхаусом, я работал на стороне клиента достаточно много, это было Allegro Group, это было лет 7, наверное, назад, и мы требовалось собирать сильную команду, мы собрали больше 15 человек. Поверьте мне, я знаю, насколько сложно собрать, научить, удержать, мотивировать инхаус-команду. На самом деле я за то, чтобы инхаус-команды развивались, это развивает рынок. Но даже в этой схеме с инхаус-командами есть место агентству. Основная часть наших клиентов и нашей работы – это подключение к очень сильным инхаус-командам. Наши клиенты, такие как и Розетка, и Алоэ, и Цитрус, и Майо, и Работа, и OLX – это крупные клиенты. Поверьте мне, экспертиза на их уровне очень большая. При этом, чем может помочь агентство? Оно может подстраховать в случае потери кадров, в случае запуска какой-то глобальной кампании. При этом агентство обладает зачастую большей экспертизой, ровно потому, что оно может работать и с одним, и со вторым, и с третьим клиентом, и задачи разные. Агентство всегда автоматизирует, должно автоматизировать. Соответственно, то, что тратит клиент ресурсы на заведение компании, на выгрузку данных, агентство может автоматизировать, тем самым сэкономить время. И, наверное, самое важное – это конкуренция. Конкуренция очень важна при любой работе. На самом деле, когда я работал в огромном холдинге Allegro Group, и у меня была своя инхаус-команда, сложно было ее мотивировать, и сложно было заставить делать что-то новое. Все настроили, все хорошо работает. И вот как раз конкуренция, когда инхаус-команда понимает, что сзади сидят и аудируют, заставляет делать больше и лучше. Поэтому я в данном случае как раз за кооперацию, за то, что функции агентства могут поменяться, но при этом с агентством все равно лучше и эффективнее. Давайте с вами задумаемся. Маркетинговый бюджет 100%. Основная часть его, я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, тратится как раз на закупку рекламы. 80-90%. При этом комиссия агентства может быть 5-20%. Это по личному опыту. Понятное дело, в зависимости от какой бюджет, какая сложность в компании, на какие услуги подключается агентство. Но при этом здесь важный момент. Вы должны это истимировать и должны понимать, где заканчивается комиссия агентства, где начинается рекламный бюджет. На сегодняшний день это достаточно просто. У вас должны быть открытые кабинеты, у вас должны быть понимание, как закупается реклама. И это очень важно. Снова же, если вы как минимум можете это разделить, это уже огромнейшая победа. Победа для того, чтобы понимать, на чем зарабатывает агентство. Я, наверное, отойду. Где-то такие эмоции мы испытываем, когда нас приглашают в очередной ценовой тендер. Я искренне уверен, будь я на стороне клиента, будь я сейчас уже на стороне агентства, ценовые тендеры – это зло. Они действительно убивают рынок. Причина достаточно проста. Я вам сейчас объясню. Когда мы говорим о том, что нам нужно сделать дешевле, первое, аналогическое, давайте этот рекламный бюджет уменьшим, сделаем меньше. А что это говорит? Мы сделаем его менее качественным. Давайте сделаем агентскую комиссию уменьшить с удовольствием. Мы с большим удовольствием можем уменьшить объем своих работ. Но вопрос, вот этот огромный бюджет, который мы тратим, эффективно ли будет маленькими ресурсами разместить. И третье, когда тендер выигрывается, ставится цена определенная, а потом наша цель – эту цену выполнить. Понятное дело, появляются накрутки, появляется обман. Уверен, что эти три сценария для маркетолога, для опытного маркетолога или же для человека, который переживает за свою компанию, вряд ли интересны. Соответственно, мы с вами обсудили о том, что поменялось формат работы, что делает агентство, что делает клиент, экспертиза. Давайте обсудим модели, они тоже поменяются. Закрытые комиссии. Это, наверное, самое ужасное, что с нами было. Уже Женя сегодня приблизительно, я тоже подойду к теме, которую рассказывала Женя, предыдущий оратор. Суть того, что закрытые комиссии ужаснейше, что было, когда мы хотим сделать дешевле, при этом нам нужно сделать качественно. Поверьте мне, агентство – это бизнес, и бизнес должен зарабатывать. Как вы думаете, из этих трех составляющих агентство свою прибыль не потеряет, при этом может потерять качество, может потеряться цена. Я приведу простой пример. У нас есть отчет, в отчете две площадки. Они схожи по параметрам, одна чуть лучше, другая чуть хуже. При закрытой комиссии агентство на одной может зарабатывать 30%, на другой – 15%. Ну, я думаю, мы понимаем, какую площадку агентство оставит в плане. Процент от бюджета. На самом деле, здесь уже основное преимущество есть. Заключается оно в том, что, как минимум, когда агентство будет выбирать площадку, оно будет сравнивать его одинаково. У нее такой же мотивации, как с одной площадкой, как с другой, с одним таргетом или с другим. Поэтому это основной плюс. Ну, давайте представим, у нас есть какая-то зафиксированная комиссия, пусть там 10%, и бюджет у нас на нынешнюю компанию сильно растет. Клиент сразу, ого, как много денег зарабатывает агентство. Ситуация обратная. Агентство видит рекламную компанию с минимальным бюджетом. Такой, блин, как мы мало зарабатываем? Что же с этим будем делать? Вопрос того, что и одни, и вторые считают ресурсы, которые потратят на эту компанию. Для чего? Следующий момент. Фикс прайс на самом деле уже лучше. Я сошлюсь на презентацию Жени. Лучше чего? Потому что мы можем определить, какие услуги будет делать агентство. Один, два, три, четыре. Это будет стоить такую-то сумму. Но, как объяснял Женя, агентство будет закладывать риски. В медийных агентствах то же самое. Будет закладывать риски. Почему же нам не перейти к таймин-материалу? Я тут не буду сильно задерживаться. Женя много рассказал основные преимущества. Здесь я вижу основные плюсы. И действительно, вы можете до компании истимировать. Ребят, наша рекламная компания в обслуживании со стороны агентства будет стоить вот таких-то денег. Давайте договоримся. И в конце компании зафиксируйте, сколько она стоила. Мне хотелось бы провести еще один опрос. Ребят, у нас есть четыре модели. Вы можете выбирать по несколько. Какие вам модели подходят, какие вам нравятся, какие вы считаете универсальные. Можете мне, пожалуйста, помочь? Я думаю, что нас тут собралось больше тысяч человек точно. Референтность будет очень большая. Кто за то, что закрытые комиссии имеют право быть? Парочку. Кто за то, что имеет место быть процент от бюджета? Уже больше. Здорово. Кто за то, что фикс прайс это эффективно? Тоже. И таймин материал? Ну, конечно, я к этому подвел. Спасибо. Друзья, поделюсь нашими данными. Мы ежегодно проводим клиент-эстимейшн своих клиентов. Это более 30 топовых рекламодателей. Конечно же, мы своим клиентам пропагандируем работу в открытой комиссии, пропагандируем смещение, пропагандируем смещение, как правильно оплачивать, чтобы было выгодно и клиенту, и нам. Я думаю, вы здесь видите циферки. Основная часть действительно наших сегодняшних клиентов работает по фикс прайсу. Кто из наших клиентов голосовал за закрытые комиссии, честно не знаю. Мы уже больше трех лет просто эту модель не практикуем, но кому-то, видимо, удобно. И, соответственно, мы сейчас с фикс прайса переходим аккуратно на тайм и материал. Ой, немножко затезерил, ничего страшного. Ребят, для меня вот эти модели – это как эволюция. Я надеюсь, мы уже ушли такие от закрытых комиссий. Я этому очень рад. Я надеюсь, ну, как минимум по сегодняшнему голосованию вы это поддерживаете. Процент от комиссии. Мое почему-то субъективное ощущение, что на рынке это основная модель на сегодняшний день. При этом многие задумываются о других моделях. Как минимум уже их обсуждают. Мы действительно на данном случае на фикс прайсе, но мы плавно переходим на тайм и материал. Соответственно, давайте делать это. Я приведу пример. Я думаю, все прекрасно знают, это хайповая тема, IT-рынок. Он большой и в Украине, и в мире. Они пришли в ту же самую эволюцию. Ну, единственное, просто существенно раньше, лет так 10 назад. И сейчас они работают по тайм и материал. Чем наши услуги агентства отличаются от агентства IT-команд, я не сильно понимаю, поэтому тут вопрос, наверное, к вам. Мы будем ждать пока западные рынки, которые уже используют активно эту модель. Придут нам и скажут, а давайте вы тоже так будете делать? Или же мы сделаем шаг вперед и приблизим это будущее? Наверное, финализируя свой доклад, я хотел бы поделиться опытом того, как стоит как и агентству, так и клиенту выбирать партнера. Снова же, если это будет актуально. Тема моего сегодняшнего доклада о том, стоит ли, почему клиент может отказаться от агентства. На самом деле может. Основная часть экспертизы уже есть на стороне клиента. Но при этом я уверен, что работа с агентством может сделать компанию еще лучше. Первое. Открытость. Я считаю, это в нынешних реалиях, это фундамент. Клиент должен прекрасно понимать, над чем, как, какая команда работает со стороны агентства. Второй пункт. Он относится больше к клиенту. Клиент четко должен осознавать, какие задачи он требует от агентства. Это планирование, это стратегия, это просто размещение, это просто аналитика. Когда клиент будет это понимать, поверьте мне, ему будет легче, кроме того, что найти нужного подрядчика, то между ним и выбрать. Третий результат. Я уверен в том, что результат обязан быть видим, он должен быть измеряем. В диджитале это точно возможно. Но при этом, если мы говорим о маркетинге, он многогранный. И я уверен, что многие из вас понимают, что одна рекламная компания или две рекламные компании не влияют напрямую на результат итоговой продажи. Влияет много чего. Влияет и сам продукт, и конкуренция, и рынок, цена, команда непосредственно клиента и много чего другого. Соответственно, результат это хорошо. Обязательно фиксируйте, достигайте его. Но не заигрывайтесь в цифры, не заигрывайтесь в KPI. Поверьте мне, это не всегда эффективно. Особенно, когда цель стоит, давайте в медийной компании сделаем охват 10 тысяч пользователей, 10 миллионов пользователей. Это, конечно, круто, но не всегда 10 миллионов пользователей влияет прямо линейно на продажи. И стоимость, наверное, это финализирующая стадия, которая и тоже все предыдущие. Если вы будете прекрасно понимать, на чем зарабатывают агентства, какие условия, откуда они, как они считаются, когда клиент будет понимать, какая у него цель, какая у него потребность, то в целом я уверен в том, что грамотный клиент и агентство всегда сможет договориться. Я, честно, ни разу не встречал случаи, когда осознанно клиент выбирает нужное агентство, они понимают, кто на чем зарабатывает, и у них нет контакта, они не договариваются. Поверьте мне, это очень сложно сделать. Я, наверное, уложился даже чуть раньше времени. Большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok